Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня мы поговорим с вами об истории кино. Кино – одно из самых молодых видов искусства, и известно даже точная дата его рождения. Это 28 декабря 1895 года. Тогда в Большом кафе на бульваре Капуцина в Париже состоялся публичный показ кинематографа братьев Лемьер. На сеансах Лемьер демонстрирует несколько коротких, меньшей минуты роликов. Наибольшую популярность приобретает прибытие поезда. Тогда некоторые зрители в ужасе выбежали из зала, пораженные реалистичностью происходящего на экране. Кино началось не со звука, а с изображения. Именно зрительными образами оперировали авторы фильмов, ими режиссеры доносили свои идеи до зрителей. Эпоха немого кино, хоть и длилась недолго, но оставила большой след в развитии кинематографа в целом. Но особенно мне хочется отметить первых женщин в кино. Актрисы-легенды, они были первыми, кто смог передать без слов мощную гамму эмоций – страсть, отчаяние, радость, печаль. Актрисы, которые изменили мир кино. Но, увы, многие имена сейчас уже забыты. Пола Негри, Вера Холодная, Мэри Пикфорд, Лилиан Гиш, Луиза Брукс – эти имена загадочны и притягательны. Но первое время никакой системы звезд в кино не было. Имена актеров и актрис, появлявшихся на экране, нигде не упоминались. Даже самые популярные исполнители вскрывались под псевдонимами типа «маленькая Мэри», «девушка-витографа» и так далее. Так продолжалось вплоть до марта 1910 года, пока продюсер Карл Леммель не заключил договор с актрисой Флоренс Лоуренс, известной под именем «девушка-биографа». Продюсер устроил актрисе грандиозную рекламу. Сначала распустил в прессе слухи о ее внезапной смерти под колесами трамвая, а потом сам же эти слухи опровергнул. Публика купилась на этот трюк и валом повалила на фильм с участием безвременно ушедшей звезды, обеспечив тем самым картинам хорошую прибыль. Таким образом, Лоуренс стала первой американской кинозвездой. «Великая эпоха немого кино подарила нам и особенный женский стиль, стиль женщины-вамп. Принято почему-то ассоциировать его с вампирами. Возможно, оттого, что макияж роковых женщин был чересчур мистическим, но на самом деле немое кино вынуждено было предлагать зрителям именно такой грим. Игра глазами, мимика лица, необычные прически и костюмы заменяли собой человеческую речь. И чем выразительнее было разрисовано лицо и экстравагантнее был наряд, тем более роковые страсти кипели на экране. Первой в мире женщиной вам стала американская актриса Теда Бара. Имя Теда Бара в английском написании было анаграммой словосочетания «арабская смерть». Ходили различные легенды о ее таинственном рождении на Ближнем Востоке. Возможно, она была дитя любви очень экзотичной пары. Предположительно, ее отучали от груди змеиной кровью, и дикие племена сражались из-за нее. Студия открыто сравнивала ее с Элизабет Баттери, кровавой графиней 17 века. Когда Теда Бара появлялась на публике, она часто притворялась, что не говорит по-английски, и путешествовала со своим африканским лакеем в белом римузине. В действительности Теда Бара родилась в городе Цинценати, и тогда ее звали просто Теодосия Гудман. Эта милая девочка родилась в семье еврея Портнова. Ее мать была швейцаркой, а вовсе не бедуинской принцессой. Окончив школу, Теодосия твердо решила стать актрисой. Ее первое появление на сцене состоялось в спектакле «Дьявол» 18 августа 1908 года в Нью-Йорке. А уже в 2014 году на очередном кастинге актриса случайно знакомится с Фрэнком Паулом, режиссером кинокомпании «Фокса». Талант девушки настолько впечатлил Паула, что он немедленно пригласил ее сниматься в его фильм «Пятно». Паул, довольный способностями актрисы, убедил Фокса в необходимости дать ей главную роль в следующем фильме «Жил-был дурак». Это была роль хищной женщины, которая совращает мужчин и, бросая их, уничтожает жизнь. Фильм снискал невероятную успеху публики. Теда в одночасье стала звездой. За несколько месяцев проката фильм принес хорошую прибыль киностудии «Фокс», а за Тедой закрепилось прозвище «Вампирша». Паул и Теда вместе придумали ей новое имя, укоротили Теодосию, фамилия Бара была вырвана из имени ее швейцарского деда. Еще до выхода фильма кинокомпания «Фокс» сообщила прессе все необыкновенные и экзотические, якобы подробности прошлой жизни своей новой звезды. Так Фокс создал первую в истории кино, сфабрикованную звезду экрана, мифическую принцессу Востока. Такая актриса могла играть только образы фатальных женщин. Фильмы Теда Бара имели говорящие названия «Грех», «Дочь дьявола» и «Женщина-тигр». Теда Бара часто снималась и в исторических костюмных драмах. Она играла Кармен, даму с камелиями, библейскую Соломею и, конечно же, Клеопатру. Сценические костюмы Теда были достаточно провокационными для тех лет и часто практически полностью обнажали тело. Один из нарядов царицы в Клеопатре состоял из полупрозрачной юбки и лифа в виде переплетенных змей. Настоящая женщина-вамп имела бледное лицо, кроваво-красные губы, темные волосы, густо накрашенные глаза. Последнее было удачной находкой художников по гриму. Гримеры Теды интуитивно почувствовали, что мистику в ее образе передаст загадочная тень в виде тяжелой обводки вокруг глаз. А уже в 20-х годах этот макияж стал классическим. Все женщины-кинематографы оказались похожи друг на друга, появляясь на экране с густыми тенями вокруг глаз. Теда Бара стала первой актрисой, воплотившей на экране образ царицы Египта Клеопатры. Фильм вышел в 1917 году и стал самым знаменитым в ее коллекции. Это был чистый китч. Создатели начисто игнорировали в нем историческую достоверность, путая века, наряжая героиню в костюмы Нефертити. Как известно, Клеопатра была современницей Римской империи и, соответственно, одевалась и причесывалась по римской моде. Но именно воплощенный Тедой Баррой образ повлиял на все последующие экранизации. На пике своей карьеры в 1919 году актриса получала уже гонорар в 4000 долларов в неделю. Однако популярность фильмов с Тедой начала падать. Образ женщины, созданный актрисой, перестал интересовать зрителей. Кассовые сборы сокращались. Она захотела избавиться от своего вампирского клейма, но возникли конфликты с руководством студии. В итоге кинокомпания «Фокс» разорвала с ней контракт. Тогда актриса вернулась в театр. Но театральные критики не давали ей покоя. Звезда Теды закатилась столь же быстро, сколь и взошла. В 1921 году она вышла замуж за режиссера Чарльза Брабина, и супруги возвратились в Калифорнию. Чарльз не хотел снимать жену в своих фильмах, и Теда прожила остаток жизни в праздности, превратив свой дом в модный салон, где собирался цвет кинематографического сообщества. Ее брак, в отличие от многих актерских союзов, оказался прочным. Супруги были вместе до самой смерти Теды в 1955 году. Чарльз пережил ее всего на два года. Теда Бара активно снималась на протяжении всего пяти лет. И несмотря на скоротечность карьеры, она стала одной из самых популярных актрис того времени. Ее также называли первым секс-символом кино. Но, к сожалению, большинство фильмов с участием Бара утеряны, и зритель уже никогда не увидит первую роковую женщину во всей ее красе. Лишь некоторые фотографии и отрывки из фильмов. Безмолвные богини экрана. Они были разные. Вспоминая актрису Элис Джойс, можно сказать, что она была полной противоположностью Теды Бара. Элис Джойс не попадала ни в одно голливудское амплуа актрис немого кино. Элис Джойс была абсолютно оригинальна. Высокая, темноволосая женщина с необычайной красотой. Всегда спокойная и невозмутимая она обладала незаурядной внутренней силой и, казалось, взрослее своих лет. Редкая актриса немого кино могла похвастаться такой грацией движения и выразительностью лица. Там, где другим приходилось заламывать руки и рыдать в отчаянии, Элис Джойс могла передать весь глубокий драматизм ситуации одним взглядом или поворотом головы. Восторженные зрители называли ее «Мадонной экрана». Элис Джойс родилась в Канзасе, в рабочей семье. Родители Элис развелись, поэтому, когда ей исполнилось всего 13 лет, она пошла работать телефонисткой. Однажды знакомый фотограф предложил девочке сняться для рекламы и заплатил ей за пару фотографий больше, чем она получала за месяц. Элис начала модельную карьеру. Ее выразительная внешность скоро сделала Джойс настоящей звездой модельного бизнеса. Поклонники раскупали ее фотокарточки и собирали журналы с ее фотографий. В то время многие модели подрабатывали в новом развлечении – кинематографии. И Элис тоже решила попытать счастье на новом поприще. Она отправилась на студию «Байограф». Но, к сожалению, знаменитого режиссера Гриффита она не впечатлила. Он счел ее чересчур высокой и неуклюжей. Назвал коровой. Джойс очень любила рассказывать эту историю позднее, будучи в расцвете своей славы. Что ж, надо признать, и великие ошибаются. Точно неизвестные обстоятельства, при которых Джойс впервые попала в кино. Сама актриса называла своим первым фильмом «Возлюбленная инженера». Киностудия «Калем» была одной из первых компаний, которая осознала важность рекламы для актеров. И Элис Джойс пришлось стойко сносить тягости публичности. Вскоре ее имя приобрело широкую известность, и она стала одной из самых больших любимец публики. Она считалась первой звездой кинокомпании «Калем». В это время она играет совершенно разных героинь, от бедных уличных певичек до принцесс. Ее партнером по большинству этих фильмов был молодой актер Том Мур. Публика обожала пару Джойс Мур на экране. И, естественно, вскоре студия решила использовать актеров для рекламы своих фильмов. Они вынуждены были всюду появляться вместе, давать интервью и посещать светские мероприятия. Достоверно неизвестно, когда этот наигранный для прессы роман перерос в реальный. Но вскоре молодые люди сочетались браком в маленьком городке Флориды. Популярность Джойс продолжала расти. В 2013 году она была названа самой популярной актрисой игрового кино. Студия «Калем» начала экспериментальные съемки многосерийных фильмов и с большим шумом выпускает так называемый сериал «Элис Джойс». Большинство киностудий Америки развернули настоящую войну, чтобы заволучить знаменитую кино-диву. Но Элис Джойс отклонила все предложения и неожиданно заявила прессе, что хочет взять паузу и посвятить себя семье. Актриса не снималась в кино два года. За это время у них с Муром родилась дочь. Несмотря на внешнюю семейную идиллию, Элис с каждым днем становилась все более замкнутой и угрюмой. Актриса принимает решение вернуться к работе. Элис Джойс заключает контракт со студией «Витагров». И она сразу же становится прямой студией, потеснив с этого пьедестала Клару Кимбал Янг. Джойс играла совершенно разных героинь в витографе, но чаще ей дают роли женщин, которые всегда имеют какую-то тайну. Ее холодная и загадочная внешность всегда интриговала зрителей, заставляла их, затаив дыхание, ожидать, когда же сюжет приоткроет завесу таинственности героини, сорвет с нее маску и откроет ее секреты. Ее самым знаменитым фильмом стал фильм «В пределах закона» в 1917 году. В этом фильме она играла тайного лидера криминальной группы. Критики нашли игру поразительной, а властный стиль игры актрисы неподражаемый. Однако время шло, и киностудия «Витагров» стала испытывать большие трудности в поддержании должного качества своих фильмов. Критики начали все больше обвинять «Витагров» в старомодности. Брак с Томом Муром тоже стал трещать по швам, актеры перестают жить вместе, а в 1918 году официально разводятся. Однако им удалось избежать громких скандалов, и они остались добрыми друзьями. Они принимали активное участие в воспитании дочери и даже иногда работали вместе в театре и на съемочной площадке. В 1920 году Элис Джойс выходит замуж за миллионера Джеймса Рейгана. И вновь объявляет, что покидает кино ради семьи. Они с мужем едут в Европу и переезжают из одной шикарной резиденции в другую. И еще одна девочка рождается на свет. Через некоторое время в спокойной и шикарной жизни Джойс вдруг заявляет в прессе, что готова снова вернуться в кино. Теперь Элис была невероятно богатой женщиной и могла позволить себе не сниматься в каждом фильме, который ей предлагала студия. Она упивалась своей возможностью, отказывалась от неподходящих, просто неинтересных ей ролей. Ее первым фильмом после двухлетнего перерыва стала «Зеленая богиня». Великолепный триллер с блистательным Джорджем Арлисом в качестве ее партнера. Критика и публика были в восторге от возвращения любимой актрисы. Для своего следующего фильма Элис отправилась в Англию, где с удовольствием снялась у молодого режиссера Альфреда Хичкока, в котором сразу отгадала будущего гения. За 10 лет Джойс снялась почти у всех талантливых режиссеров Голливода, играя множество разных ролей, от идеальных и возвышенных матерей до дерзких и острых на язык феминисток. Ее первым звуковым фильмом стал фильм «Виск» в 1929 году. В это время звуковое кино все еще считалось опасным экспериментом, но Джойс не разочаровала своих поклонников. Ее голос был мягким и чарующим. Элис еще долго пребывала на вершине успеха, но годы брали свое. Ей все чаще стали предлагать роли матерей или почтенных дам старшего возраста. После долгих раздумий актриса решила покинуть кино на пике своей зрелой красоты и популярности, чтобы навсегда остаться на экране молодой и прекрасной. Однако она не решалась сразу же покончить с актерской профессией. В 1932 году она с успехом играет на театральной сцене вместе с бывшим мужем Томом Муром и, как в прежние времена, критики и зрители считают их идеальной парой. Позже она разводится с Джеймсом Рейганом и в 1933 году выходит замуж за режиссера Кларенса Брауна. Большую часть жизни своего времени Элис проводилась с детьми и новым мужем, редко покитая родные места. Нося теперь имя Элис Джойс Браун, она давала интервью местным газетам с гордостью рассказывая о своих профессиональных достижениях. В 1955 году она была госпитализирована серьезным заболеванием, где и скончалась от сердечного приступа. Все свое щедрое состояние она оставила своим детям. Элис Джойс прожила счастливую жизнь. Увы, не у всех актрис, немого кино карьера складывалась столь благополучно. И вы удивитесь, во многом этому препятствовали расовые предрассудки того времени. Об этом свидетельствует биография первой голливудской звезды китайского происхождения. Ее имя Анна Мэй Вонг. Журналисты восторгались ее грациозностью и уникальной внешностью. Ее называли Леди Драконом и Бабочкой за утонченный образ. Она прожила сложную, полную взлетов и падений жизнь. Родилась Анна в китайском квартале Лос-Анджелеса. Ее родители держали прачечную. Но Анна с детства увлекалась кино и мечтала только о карьере актрисы. В 19-м году, благодаря протекции отцовского друга, Анна снялась в качестве статистки в драме «Красный фонарь», где главную роль играла звезда того времени Алана Зимова. Ее отец не одобрил выбора профессии дочери и, к сожалению, впоследствии отдалился от нее. Но с 1921 года Анну начали упоминать уже в титрах. А в 1922 году она впервые получила главную роль в мелодраме «Жертвы моря». Это картина трагической любви китаянки по имени Цветок Лотоса и спасенного ею белого мужчины. В 1924 году она закрепила успех, снявшись в роли рабыни-монголки в багдадском «Воре» Дугласа Фербанкса. С тех пор, как писали газеты, если в Голливуде требовалась актриса на роль китайской принцессы или рабыни, продюсеры приглашали вонг. Анна вошла в число первых актрис-азиаток, воплощавших на киноэкране образы восточных женщин. Ведь ранее подобные роли исполнялись только белыми актрисами. Первая крупная работа вонг пользовалась большим успехом у публики. Однако национальность актрисы стала препятствием на ее пути к славе. Расовая дискриминация, процветавшая в то время, ограничивала права цветного населения, в том числе и в киноиндустрии. На раннем этапе кинематограф выпускал картины, где представители разных рас, к примеру, могли быть вовлечены в романтические отношения. Однако, начиная с 30-го года, согласно принятому тогда особому кодексу, на подобные сюжеты был наложен запрет. Пресса писала об актрисе не иначе, как о звезде. Однако, в основном, она снималась на поддерживающих ролях. Исключение составила драма 26-го года «Шелковый букет», где основные роли помимо вонг играли азиатские актеры. Поэтому в 28-м году Анна Вонг уехала из Америки. В Европе не существовало предубеждения против актеров восточного происхождения, и талант Анны Вонг нашел применение. Она снималась в главных ролях и быстро добилась популярности. Кроме того, в Великобритании у актрисы состоялся театральный дебют, где ее партнером был Лоренц Оливье. В немецком фильме «Городская бабочка» ее героиня Хаи Тан так полюбилась зрителям, что потом актрисе пришлось еще несколько раз играть китаянок с таким именем. Часть фильмов актрисы того периода дошли и до американского зрителя, однако в несколько урезанном варианте. Так как в Америке была запрещена межрасова любовь, на киноэкране из мюзикла «Пламя любви» цензура изъяла сцену, где героиня Вонг целовала героя британского актера. Однако Вонг вернулась в Америку лишь в 30-м году по приглашению кинокомпании Paramount Pictures, где ей предложили контракт и гарантировали главные роли. Несмотря на то, что в 31-м году вышла криминальная драма «Дочь дракона», где Вонг досталась главная роль, она по-прежнему продолжала испытывать давление дискриминации. Это выражалось в более низком по сравнению с другими актерами гонораре. Например, за участие в мелодраме «Шанхайский экспресс» Вонг заплатили всего 6 тысяч долларов, тогда как Марлен Дитрих получила около 78 тысяч. Вонг все чаще стала получать отказы на пробах. В 32-м году актрису отказались снимать в драме «Сын-дочь», отдав роль китаянке актрисе Хелен Хейс. Поняв сложность развития карьеры, Вонг опять вернулась в Великобританию, где снова играла в театре и снялась в трех фильмах. В 36-м году Анна Вонг побывала в Китае, посетив Пекин и Шанхай. Однако из-за протеста граждан, которые считали, что ее работа в Голливуде позорит страну, актрисе не разрешили посетить родную деревню ее предков. Не повезло актрисе и в любви. Она состояла в романтических отношениях с белыми гражданами Америки. Однако из-за запрета на смешанные браки, отмененные только в 48-м году, она так и не вышла замуж. Кинокарьера актрисы начала угасать с началом Второй мировой войны. В 41-м году Япония развязала военные действия против США, в связи с чем в обществе начало расти неприятие японцев и всех азиатов в целом. На протяжении следующего десятилетия Анну Вонг снимали всего четыре раза, и два раза из них в главных ролях в фильмах антияпонского характера. В 50-х годах Вонг играла в театре и снималась на телевидении. Ее последнее появление на киноэкране состоялось в 1960 году, когда она появилась в драме «Портрет в черном». Актриса умерла от сердечного приступа в возрасте 56 лет. Но закончить рассказ о жизни и творчестве Анны Мэй Вонг не хочется на оптимистической ноте. Как бы ни было сложно первопроходцам в кино, благодарные зрители оценили труд и талант китайской актрисы. Она была удостоена звезды на Голливудской аллее славы. Вот такие удивительные и разные судьбы у первых актрис кино. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч на перекрестках истории кино.